Нужно ли запрещать мужу смотреть порно? Сколько должен длиться половой акт? Какой интересный вопрос! Почему мужчина после секса такой бесчувственный? Отворачивается и тут же засыпает. Как относитесь к сексу втроем? Я его попробовала до брака. Здравствуйте, мои любопытные девочки и мальчики! Меня зовут Керимова Людмила, я автор методики секс-фитнес в центре женского развития Woman Insight. Я очень люблю секс и я эксперт по вопросам секса. Я буду отвечать на ваши любопытные вопросы, которые вам некому задать, а я с удовольствием на них отвечу. Ну что ж, начнем? Почему мужчина после секса такой бесчувственный? Отворачивается и тут же засыпает. Девочки, ну, мы сами не знаем, чего мы хотим. То мы хотим сильного, да, смелого, защитника, такого охотника и так далее. А то мы хотим, чтобы он вдруг перевоплотился и стал мягким и пушистым, таким ням-ням-ням. Я вам скажу так, давайте выберем, кого же именно мы хотим. Мужчина после секса хочет отдыхать, поэтому у него действительно нет сил. Поэтому, если ты хочешь обнимашки-няшки, сама его обними, сама об него потрись. Но не требуй того, что не в его природе. И все тогда будет хорошо. Не обижайтесь, девчонки. Они такие, каких и создала природа. Наша задача их принимать и любить. И немножечко учить. Когда я увидела историю просмотров, то меня это расстроило. Были такие смешанные чувства, ревность что ли. Давайте искать ответы. Вроде нашла что-то, почитала, но все равно чувства не ушли. Что же делать мне, если я иногда смотрю спорно? Наверное, моему мужу, наверное, тоже нужно мне запретить. Девочки, не обращайте внимания на мифических персонажей. Он не может не хотеть смотреть на других женщин. Ему нужно тоже где-то заряжаться, где-то менять картинку. Это ради вас же. Поэтому не запрещайте ему быть собой. Чем больше вы его держите, тем хуже. Я, когда лично была беременна второй раз, я смотрела порно. И для меня это было спасение. Потому что мне немного помогало и отвлекало от всего, что со мной происходит. Порно – это некий другой мир, который мужчина посещает для того, чтобы сменить картинку. Скажите спасибо, что он не ходит и не находит этот мир с другими настоящими женщинами. А вот если вас не отпускает, значит, что-то в себе нужно менять. Значит, нужно быть красивой, ухоженной, здоровой самкой, чтобы вам было все равно, на каких женщин он там смотрит. Как относитесь к сексу втроем? Я его попробовала до брака. Поняла, что это сугубо не мое, потому что в постели я эгоистка. Мне нужно внимание мне, чтобы я была центром вселенной, и чтобы я доставляла удовольствие. Поэтому третий лишний. Поэтому, если у вас есть такая возможность попробовать это до серьезных вот этих отношений на всю жизнь, попробуйте, с вами ничего не случится. Но в браке я не рекомендовала бы так рисковать. Слава богу, мне повезло, мой муж тоже такого же мнения. Сколько должен длиться половой акт, если долго? Это нормально? Смотрите, девочки, нет нормального времени для секса. Секс длится столько, сколько он должен длиться. Для каждого из вас это свое время. Я не говорю сейчас об отклонениях, связанных с преждевременной эвакуацией или еще с чем-то таким, да, с болезнями простаты. Вообще, хороший секс должен длиться не менее 15 минут. А дальше как получается? Если у вас муж гигант, и он может продлить половой акт на час, то надо только радоваться. Вопрос в том, успеваете ли вы получать один оргазм или несколько. Нужно договориться на берегу, как говорит моя сестра. Нужно разговаривать об этом заранее, что иногда хочется быстрого секса, иногда хочется долгого, растянутого, с перекурчиками, да, то есть с прерываниями и так далее. Все нормально, главное, чтобы вы это обсуждали между собой. Договоритесь. В общем, кончай быстрее, а то у них комплексы, начинается, мне потом их лечить надо. Знакомые девушки часто сталкивались с тем, что их мужчины быстро достигают семи извержения. Половой акт очень быстрый, но почему-то и почти никто не говорит о том, что бывает и наоборот. Что делать, чтобы мужчина быстрее достиг оргазма? В чем причина того, что он не может кончить? Внимание сейчас, посмотрите мне в глаза. Девушки, причина этого не в вас. Что он быстро кончает, что он долго не кончает. Причина не в вы. Причина может быть в разном. Смотрите, те мужчины, которые быстро эякулируют, у них слабые мышцы тазового дна. Им так же, как и нам, девочкам, нужно научиться мигать, это сокращать мышцы, для того, чтобы укрепить связочный весь механизм мышечный, чтобы они могли зажимать мышцы и задерживать эякуляцию. Мальчикам, которые долго не могут эякулировать, у них другая проблема. То есть они, возможно, сильно думают, да, то есть они сдерживаются. Потому что у мужчин есть такое понимание, что вот если я быстро эякулирую, то все, я типа не алло. Это не так, но когда уже мужчины с женщинами начнут разговаривать, они договорятся, да. То есть мужчина пытается продлить половой акт, задерживая эякуляцию. И после этого потом ему сложнее, конечно, это сделать. Поэтому не парьтесь, девочки, вопрос не в вас, а в них. Я думаю, что этого вполне для вас достаточно, да. Иногда он слишком перевозбужден и не может. Есть, которые сразу эякулируют из-за перевозбуждения, а есть, которые, наоборот, уходят на нет, уходят в минус и не могут закончить. Поэтому, девушки, расслабьтесь, получайте удовольствие, разговаривайте с ними. И я думаю, им тогда тоже будет легче решить вопрос любой эякуляции. Нужно ли запрещать мужу смотреть порно? И плохо, если он любит его посмотреть периодически. Спасибо. Ну вот видите, девочки, тема порно вас не отпускает. Ну что вам сказать? В принципе, я уже говорила об этом ранее, что порно – это как попадание в другой мир. То есть это как поиграть в игры. Вот мальчики играют, да. Вот они попадают в другой мир, в другую реальность. У них там есть разнообразие. То, чего нету в этом мире. Потому что вы же не можете тоже быть вообще вот и как эти девочки, и как эти девочки. Это вы. А ему иногда хочется попасть в другой мир. И вы должны быть рады, что это виртуальный мир, а не настоящий. Поэтому перестаньте заморачиваться. Займитесь собой и любите себя. Муж предложил свинг. Я отказалась. Он принял и больше не предлагал. Но обида на него осталась. Что делать? Как понять, чего ему не хватает в отношениях со мной? И как простить? Ну, во-первых, начнем с того, что не надо делать трагедии из этого. Ну, вот серьезно. Ну, чувак попробовал, не прошло. Ну, то есть, ну, бывает. У каждого из нас свои фантазии. И мы не можем диктовать человеку, какая у него должна быть фантазия. Ну, вот так вот ему приснилось. Вот так ему захотелось. Спросил, не прошло. Все, забудьте. Нет, женщина не может просто забыть. Она берет и взращивает эту проблему до глобальности. И потом у вас разрушаются отношения. Вы бы лучше подумали, как разнообразить интимную жизнь. Пошли бы на курс секс-эскурс в центр Women Insight, где всякие штучки-штучки помогут разнообразить как-то. Какие-то сюрпризики, какие-то штучки из секс-шопа. Ну, вот что-нибудь такое, какие-то одежды, аксессуары. Ну, разнообразьте как-то свою постель. Раз ему хочется чего-нибудь другого, значит, ему уже скучновато здесь. Но используйте свое оружие, которое у вас есть. В наше время есть много чего, чем можно разнообразить свое отношение в постели. Просто идите, занимайтесь тем, как разнообразить свою постель без кого-либо еще. Считают ли мужчины интимную близость своей женщины с женщиной изменой? Ну, какой интересный вопрос. Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что любые физические контакты, да, то ли с мужчиной, то ли с женщиной, они все равно, это не просто единение тела к телу. Мы все равно объединяемся духовно, а тем более, если женщина с женщиной. Там не может быть просто секса, там 100% какие-то эмоции и чувства. Поэтому мне кажется, что он обидится и посчитает это изменой. Вот, а вот если бы вы его позвали присоединиться к вам, вот тогда проблем, думаю, не возникло. Не изменяйте друг другу, не разбазаривайте свою энергию направо и налево. Если вы хотите другого человека, тогда сначала закройте старый цикл и начните новый. Ну что ж, наверное, достаточно сегодня вопросов, но я жду новенькие вопросики. Под этим видео пишите комментарии, самые горячие, неудобные, какие-то провокационные вопросики, на которые вам будет хотеться услышать такие же горяченькие провокационные ответики. Я жду ваши вопросы. Итак, подписывайтесь на самый вдохновляющий канал Women Insight YouTube, нажимайте на колокольчик, потому что у нас выходят два видео новых в неделю. Меня зовут Керимова Людмила, давайте поговорим о сексе. Субтитры создавал DimaTorzok